Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вам рассказать о важной теме для иностранцев о замельдувании и пессе. Но прежде чем начну делиться полезной для вас информацией, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и будьте первыми, кто увидит мое новое видео. Итак, что такое замельдувание? Замельдувание это по-нашему прописка. Если вы только приехали в Польшу, насколько мне помнится, раньше в течение или трех или в течение семи дней вас должны были где-то прописать. Как раз сегодня мы изменили свой мельдунок и хотела, пока эта вся информация свежая, с вами ею поделиться. Как происходит замельдувание? Вы должны с хозяином в квартире, ну, во-первых, сначала договориться, чтобы он был не против этого, потому что бывает по-разному. Сегодня весь этот процесс у нас занял всего лишь полчаса. Заранее договорившись с хозяином, мы договорились о времени, которое это сделаем. Пришли в УЖЕНД, заполнили специальную форму, где вписали наши паспортные данные, данные о прошлой нашей прописке, новый адрес прописки и место нашего рождения. Потом подошли к работнику УЖЕНДУ, она проверила наши формы, правильно ли там все заполнено. После этого проверила право собственности нашего хозяина и подписала. Вот и все. Все очень просто. Дальше внесла в компьютер. Когда мы делали прописку впервые, нам выдавали еще такие специальные бумажки, на которых, ну, не специальные, просто бумажки, на которых была написана наша данная, фамилия, имя, дата, город рождения и адрес прописки. Сейчас, как нам объяснила эта девушка, что с 1 марта такие бумажки не выдают специально, а сразу просто данные вносятся в компьютер и все УЖЕНДы имеют доступ к этой информации. Если вам необходима такая бумажка, то вы ее должны отдельно заказывать. Сейчас это стоит 17 злотых. Ну, по необходимости, если вам нужно, то вы можете это сделать. На какой срок выдаются мальтонок? Это уже как вы договоритесь с хозяином. Первый наш мальтонок был выдан не больше, чем срок нашей первой визы. Если посределаться вам один раз и на всю жизнь, то прописка есть временная, а есть постоянная. По поводу постоянной я не знаю точно, как это делается. Мы еще с этим не сталкивались, но как только столкнемся, я вот уже с вами этой информацией поделюсь. Но что касается временной. Временная прописка делается по решению хозяина, то есть насколько он захочет. У нас одни знакомые первый раз договорились с хозяином на три месяца. По-моему, они продолжают там жить. Что касается нас, мы свою первую прописку сделали не больше, чем срок действия визы. Это было до 20 марта. Сейчас хозяин тоже согласился сделать на этот срок. Если вы переезжаете на новое место, то лучше предусмотреть и изменить свою прописку. Это тоже делается очень просто. Вы просто приходите в бюро, заполняете форму и в течение суток вам аннулируют прописку. Что касается PESEL, как мы его получили? Когда мы сделали первую прописку, автоматически в течение недели вам присваивается PESEL. Что такое PESEL? PESEL это инфекционный код. Он присваивается только один раз. Как мы его получили? Мы по истечении какого-то времени, на самом деле это очень затянули, пришли спустя пару месяцев. Пришли просто в бюро с этой бумажкой нашего замальдувания, подошли к этой, к работнице уже, да, и сказали, что мы хотим забрать свой PESEL. Это буквально в течение пяти минут. Она сделала там, поставила штамп, внесла данные в компьютер, проверяла наши личности и выписала нам наш номер. Вот и все. Желаю вам приятного пребывания тут в Польше. И если у вас возникают какие-нибудь вопросы, пишите, не стесняйтесь, с радостью отвечу на все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока!